Я хочу, чтобы все принадлежащие мне акции фирмы Хименос и Уло, то есть 33% всего пакета, всё моё нынешнее имущество и то, которое появится в будущем, достались тем, кому мои родные много лет назад нанесли огромный урон. Желаю хоть отчасти возместить причинённый ущерб, назначаю своим единственным наследником моего кузена, Мануэля Бургас Уло. Давайте ещё поиграем. Нет, солнышко, мы устали. Поиграй лучше с куклами. Я принесу их сюда. Поиграем втроём. Анита хочет, чтобы я стал её папой. Это возможно? Да. Если ты хочешь. Хочу. А как это сделать? Очень просто, любимый. Если ты хочешь стать отцом Аниты, хочешь, чтобы мы всегда жили вместе? Да. Я хочу стать отцом Аниты. Ну, тогда нам с тобой надо просто-напросто пожениться. Синьор Сезар Агуста официально настаивает на снятии с его кузена обвинения в преступлении и заявляет, что всегда верил в его невиновность. Он завещал всё мне? Я ослышался. Или этот человек ошибся? Нет, Мануэль, ведь сеньор нотариус только что сказал, всё имущество Сезара Агуста завещано тебе. Синьор Бургосуло, пожалуйста, подойдите сюда. Нет, тут наверняка какая-то ошибка. Нужно всё проверить. Простите, синьор, но документ, который я прочёл, составлен по всем правилам и выражает последнюю волю Дона Цезара Агуста. Но этого не может быть. Мой сын не мог ничего завещать этому проходимцу. И тем более акции фирмы. Этот человек преступник, недавно вышедший из тюрьмы. Поздравляю, тётя Эмма. Ваш сын был честным и благородным человеком. Я не стану разговаривать с тобой, негодяй. В жизни не всегда всё выходит, как нам хочется. Мы протестуем завещание. Это мы ещё посмотрим. Я уверяю тебе, Сандра, для этого нет оснований. А я по-прежнему буду отстаивать права моей клиентки. Я найду способ сделать так, чтобы ни ей, ни этому Мануэлю Бургосу не досталось ни гроша. Мне следовало догадаться, что Цезар Агуста с его характером сумеет ошарашить нас очередной выходкой даже после смерти. Цезар Агуста не случайно принял такое решение? О чём ты? Мне очень жаль, Амброзио. Но если твой сын ни о чём тебе не рассказал, я тоже не вправе делать этого. Гиги. То, что со мной случилось, это ужасно, ужасно. Это не связано с соглашением завещания? Он всё завещал Мануэлю. Он всё ему оставил. Какому ещё Мануэлю? Тому негодяю, который обокрал меня и сел за это в тюрьму. Три кофе, пожалуйста. Сию минуту. Дядя, спасибо, что согласились поговорить со мной. Думаю, я поступил правильно, учитывая все обстоятельства. Ты не представляешь, как я был ошарашен, увидев рядом с тобой Патрисию в нотариальной конторе. Я думал, ты отбываешь срок за то, что украл у собственной тёти, у Эммы, деньги и драгоценности. А вы действительно поверили этим наговорам? Но ведь когда тебя арестовали, всё украденное нашли у тебя. А кто обратился в полицию? Сама тётя Эмма. А как вы думаете, кто передал мне эти драгоценности, которые я якобы украл? Тебе их кто-то передал? Да всё она же, моя тётя. Она предварилась, будто доверяет мне и попросила взять их на хранение. Я многое могу вам рассказать о том, как она расставила мне ловушки. Садись. Ты, видимо, пришёл, чтобы поговорить о Сазаре Августа. Да, я переживаю за него и за тебя. У нас всё хорошо, переживать не о чем. Да, но вы живёте, игнорируя реальность. Об этом мы уже говорили. Но, как видно, ты так и не поняла, что поступаешь нехорошо. Почему Сазаре Августа не пришёл вчера к врачу? Почему? Потому что ему не здоровилось. Тем более, тем более нужно было отвезти его в больницу, где ему могли оказать помощь. Он пропустил всего один сеанс. На следующей неделе он пойдёт снова. Надеюсь, ведь ты не сможешь помешать врачам проводить лечение. Пока Сазаре Августа со мной и с Анитой, ему легче. А после каждой встречи с доктором Маркетти, его вновь охватывает тоска и беспокойство. Да, потому что он пытается вспомнить о прошлом, понять, кто он такой. А ты, похоже, пытаешься этому помешать. Нет, я просто не хочу, чтобы он мучился, только и всего. Со временем ему станет только хуже. Я прошу тебя, не мешай, Сазаре Августа, проходить курс лечения. А иначе я сообщу в больницу обо всём, что тут происходит. Обо всём, Моника. Почему ты такой хумурый? Ты был с Патрисией, когда оглашали завещание? Да, я ходил с ней. Всё вышло, как вы ожидали? Наследницей оказалась Эмма? Нет, ей ничего не досталось. Она была вне себя от злости. А кто же наследник? Ни за что не угадаешь. Ну ладно, не дрогни меня, Патрисия. Нет, не она. Кто же тогда? Мужчина, которого ты знаешь и очень любишь? Мужчина, которого очень люблю? Да, Габи. Это я. Представь себе, мой кузен оставил всё мне. Он завещал всё мне. Это не шутка, Мануэль. Помимо прочего, он завещал мне треть акции фирмы, мою законную долю. Ах, Мануэль, как это замечательно, как чудесно, дорогой. Не понимаю, почему мой сын так со мной обошёлся. Ведь я так его любила, я посвятила ему жизнь. Эмма, тебе нелегко, я понимаю, но не воспринимай это как трагедию. Ведь денег у тебя достаточно, и тебе не нужно ничьё наследство. Но почему он завещал этому негодяю всё? Эмма, успокойся, поезжай домой и отдохни, а я провожу тебя. Стив прав. Завтра ты уже будешь иначе к этому относиться. Гиги, я провожу Эмму, ладно? Я скоро вернусь. Хорошо. Ну, пойдём, Эмма. А как к этому отнеслась Патрисия? Она обрадовалась. Во-первых, потому что Эмме, которая заранее была уверена в победе, ничего не досталось. А во-вторых, за меня. Ведь она знает, что треть акции фирмы принадлежит мне по праву. Очень хорошо, что Патрисия именно так отнеслась к этому. Ведь в конце концов она вдова Сазара Августа, а ей ничего не досталось. Любимая, как ты права? Какой же я идиот, сижу и радуюсь, а вот о ней и не подумал. Я рада, что эта старуха, которая причинила тебе столько горя, теперь сходит с ума от злости. Честно говоря, я порадовалась, узнав о решении Сазара Августа. Значит, он завещал всё этому пареньку. Да, мама Личи? И не упомянул в завещании об этой самой Монике? Нет. Не о ней, не о девочке. Но ведь это хорошо. Значит, он не особенно ими дорожил, и отношения между ними не были серьёзными. Если есть ребёнок, отношения должны быть серьёзными. Ты скажешь, что я сумасшедшая. Но меня огорчило то, что о них нет ни слова в завещании. Почему? Потому что он о них не позаботился. Спасибо тебе, Стив, что ты проводил. Спасибо за поддержку. Я глубоко тебе сочувствую, Эмма, но не знаю, как ещё помочь. Ага, какая тут помощь. Теперь у него акции, и всё изменится. Ведь он отчаянно ненавидит меня. Ну, ну, успокойся. Пойдём. Тебе надо прилечь, расслабиться. По-моему, раз Сезар Августе решил всё оставить кузену, чтобы восстановить справедливость, значит, он благородный человек.